Здравствуйте, уважаемые предприниматели! Приветствую вас я, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Комитет правовой помощи и общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Тульской области Абрашкина Светлана Александровна. Я хочу сегодня с вами рассмотреть тему, очень актуальную, об отмене единого обмененного налога на территории, на всей территории России, ну и в частности на территории нашей Тульской области. То есть с 1 января отменяется данный режим и больше он применяться не будет. Значит, что хочу сразу же посоветовать и порекомендовать. Обязательно до конца года всем предпринимателям и субъектам малого предпринимательства, малым предприятиям, нужно выбрать иной режим налогообложения и успеть подать на него заявление либо уведомление. Значит, в противном случае вы останетесь и будете находиться на режиме налогообложения, который называется общий. Общий режим предусматривает, он сложный режим, во-первых, для малого бизнеса с наиболее высокой налоговой нагрузкой по сравнению с другими налоговыми режимами. Он предусматривает необходимость введения налогового и бухгалтерского учета, необходимость сдавать декларации, уплачиваются налоги НДФЛ для предпринимателей, НДС, налог на прибыль организации, налог на имущество. Если вы хотите остаться на таком режиме налогообложения, то вам не нужно предпринимать каких-либо действий и подавать какие-либо уведомления или заявления. Если же вы рассчитаете и решите, что вам невыгодно этот режим, то вам нужно предпринять определенные действия и подать уведомления и заявления определенных форм, установленных Минфином России. Сейчас сроки подачи заявлений и уведомлений на патентную систему, на упрощенную систему, установлены до 31 декабря. Продлен срок, патент должен был быть подан до 17 декабря, но продлен срок до 31 декабря. Упрощенка она так и была до 31 декабря. Значит, теперь рассмотрим более подробно иные системы налогообложения. Если вы решите выбрать упрощенную систему налогообложения, то у вас должны быть соблюдены такие условия. В вашей организации или у предпринимателя не должно быть более 130 человек. Доход годовой не должен превышать 200 миллионов. Некоторые виды деятельности нельзя применять при упрощенке. Это производство подакцизных товаров, добыча полезных ископаемых. Также не могут применять упрощенку нотариусы и адвокаты. Отчетность при упрощенке сдается один раз в год. Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально. Необходимо ввести книгу учета доходов и расходов. И предприниматели, и юрлицы с объектом налогообложения доходы имеют право уменьшить сумму этого налогоупрощенного на сумму страховых взносов уплаченных за работников, но не более чем на 50%. Предприниматели без наемных работников могут уменьшать упрощенную систему налогообложения полностью на 100% уплаченных страховых взносов. Значит, ставки какие упрощенка имеет? 6% при выборе объекта налогообложения доходы и 15% при выборе налогообложения доходы минус расходы. Заменяет упрощенка у нас налог на прибыль, НДФЛ для ИП, НДС, налог на имущество. Следующий налог, который вы можете выбрать альтернативно для смены вмененке, это патентная система налогообложения. Применяется она по отдельным видам деятельности, которые устанавливаются субъектами РФ. То есть у нас есть определенный закон по Тульской области, издан закон Тульской области о патентной системе налогообложения, в котором указаны конкретные виды деятельности, которые, работая на этих видах деятельности, можно переменять патентную систему налогообложения. Какие ограничения также применения патента? Доход не должен превышать 60 миллионов в год. Численность работников не больше 15 человек. Значит, да, этот вид налогообложения может применяться одновременно вместе и с упрощенной системой налогообложения, и с основной системой налогообложения. Налоговая отчетность не представляется. То есть вы просто подаете один раз в году, вот до 31 декабря, заявление. Это если с января вы решили патент, то тогда подаете до 31. Можете, значит, этот патент можно получить и не только на 12 месяцев, можно даже на один месяц, то есть любой период выбирается от 1 до 12 месяцев в году. И заявления подаются за 10 дней до начала периода применения патентной системы. Не применяется патентная система в отношении деятельности по реализации ряда подакцизных товаров. Автомобили, мотоциклы, бензин, дизельное топливо, моторные масла, а также товаров, подлежащих маркировке. Конкретно это три вида товаров. Лекарственные средства, обувь и одежда из натурального меха. Все остальное можно применять патент. Торговая площадь и зал обслуживания для общепита должны быть. Торговая площадь не более 50 квадратных метров. Зал обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров. С 2021 года будет реализована возможность уменьшать патентную систему налогообложения на уплаченные страховые взносы. Порядок точно такой же, как и был для вмененки. Без наемных работников можно уменьшать на 100% уплаченных страховых взносов. С наемными работниками тоже уменьшается не более 50%. Заменяет НДФЛ от предпринимательской деятельности, НДС, налог на имущество, торговый сбор. Налоговая ставка 6% от потенциального годового дохода. Еще для сельхозтоваропроизводителей можно перейти на систему единого сельскохозяйственного налога. Применяется она, конечно, только сельскохозяйственными товаропроизводителями, потому что доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за календарный год должна составлять не менее 70% от всей выручки. Отчетность раз в году предоставляется, авансовые платежи платятся за полугодие. Также необходимо ввести книгу учета доходов и расходов, как и при упрощенке. Налоговая ставка 6%. Не вправе переходить на ИСХН производителей подакцизных товаров, за исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина, шампанского виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства, а также организации, стоящие деятельность в сфере горного бизнеса. Так, заменяет она налог на прибыль, НДФЛ от предпринимательской деятельности, налог на имущество. И еще один вид налогообложения, новый, на который можно перейти, это налог на профессиональный доход для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это только применяется. Переход осуществляется добровольно при регистрации в мобильном приложении «Мой налог». То есть это новая система такая, которая применяется. Значит, какие особенности? На ней нельзя применять и привлекать наемных работников. Доход годовой не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Не совмещается с иными какими-то налоговыми режимами. Не применяется перепродажа товаров, имущественных прав. Этих людей, скажем так, которые переходят на эту систему налогового, которые называются самозанятые. И вот они осуществляют деятельность в одном или нескольких субъектах, где введен данный специальный налоговый режим. Налоговая какая-то отчетность не представляется. Учет всех доходов ведется через мобильное приложение «Мой налог» или на сайте «Мой налог» на сайте налог.ру. Позволяет использовать налоговый капитал в размере 10 тысяч рублей. Но он не применяется при торговле под акцизными товарами, а также товарами, подлежащими маркировке. Неприменим к услугам нотариусов, медиаторов, адвокатов, арбитражных управляющих и оценщиков. Налоговые ставки. 4% при реализации физическим лицам и 6% при реализации услуг ИП и юрлицам. Заменяет он НДФЛ в отношении предпринимательской деятельности, НДС и страховые взносы для ИП не уплачиваются на этой системе налогообложения. Вот такие особенности, которые нас ждут именно в декабре, мы должны какие-то действия предпринять для того, чтобы правильно нам с вами работать в 2021 году. То есть всем, кому нужно сейчас предпринять такие действия, нужно, значит, еще раз напоминаю, подать до 31 декабря уведомление или заявление на переход на выбранный вами новый налоговый режим. Также, значит, розничной торговли. Хочу напомнить, что с 1 января у нас вводится новая маркировка, новые товары, которые, в том числе, вся одежда. Поэтому тоже не забывайте, что нужно зарегистрироваться в маркировке, нужно перевести уже кассы на новые режимы. Насчет касс также, заметьте, что 31 декабря вы еще должны чеки пробивать, находясь на обмененной системе налогообложения. А 1 января, если вы будете работать, то у вас касса уже должна быть перерегистрирована на новую систему, которую вы выбрали налогообложения. Здесь тоже не забывайте, потому что каждый чек у вас уходит на сайт налоговой службы, и это все видно и прозрачно. Спасибо за внимание. Вы можете в любое время ко мне обращаться. Я нахожусь на улице Санаторная, дом 11А. Всегда готова вас проконсультировать, помочь, составить какие-то документы и проконсультировать просто даже в любой ситуации, в любой, потому что вопросов сейчас очень много, конечно, возникает. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok